друзья не буду говорить вам опять привет с вами канал жека хотя уже сказал счет надоело уже достала стояны и трухи делать я думаю всем видно туда парк гулял с отцом сейчас от народу мало не отрадует дождик поэтому мало кто гуляет меня народ немножко напрягает смущает там когда с камерой еду да с вами общаюсь народ на меня смотрит как на психа короче друзья пришел свернуть с тропинки пойдем птички слышите да как поют уважают пение птиц наталья весна уже скоро первый месяц лета но нажимай кончается и видите как я не знаю что это соловьи не соловей какие-то пишите комментариях друзья что это за птицы стадион я потом ущебу поснимаю ведь раньше лавочки были они уже все все гнилые от них уже ничего не осталось и здесь с отцом проводил время сидел на этих лавочках мы сидели вдвоем вернее здесь конечно так все исписано не было все было более цивилилась от уже разруха 30 лет друзья прошло сих пор 30 лет представляете 30 долгих лет не было тогда лет 8 когда мы с отцом здесь гуляли рисунки делать видите на фоне граффити наверно молодежь балуется рисует а когда-то так же баловался тоже может сказать портал гадил на стенах краской баллоны дамы покупали с пацанами подешевле искали где купить и вот так же рисовали только с возрастом понимаешь за что если мы рисовали прям не и картины меня нет художественного образования до хотя пытался рисовать портреты нарисовали вот типа такого такого вот такие вот надписи буквы друзья только с возрастом понимаю что что это все некрасиво это ужасно и лучше вообще не рисовать чем такое рисовать вот понимаешь друзья только с годами когда тебе уже под 40 лет конечно это грустно очень что многое в жизни понимаешь только когда уже всех похоронил и один и саму за одной ногой там весь мокрый но пофигу я проведу друзья вам экскурсию не где любил гулять и люблю принципе раз я здесь сейчас с вами друзья нахожусь значит я люблю гулять у меня уже телефон намок конкретно думаю ничего страшного не случится ничего критического ничего смертельного с ним не будет так может обратно пойдем нет друзья давайте вам еще тропинку покажу вот я о чем говорил не ощущая себя на свой возраст не знаю поэтому мне иногда бывает дико страшно там до в обществе провестников до которые уже там также там по 30 по 40 лет они такие серьезные все у всех серьезная там работа должность хорошая да не у всех но большинство семья там да у меня семью ощущаю как у меня в кроссовке уже в одном вода хлюпает прикиньте да бродился с вами друзья нагулялся что прям ощущаю как она в одном вроде бы сухо а другой видимо дырявый короче блин не могу я сидеть дома до сидел в такую погоду а я вот видите да я не знал в принципе что такой вот ливень пойдет но все равно мы с вами гуляем нам круто куда-то я вас завел да вернее я с вами куда-то залез куда сам не друзья я знаю как леший здесь все вот все здесь знаю места и чего здесь родился в этом городе его обожаю но его раньше ненавидел на но многих тогда когда здесь жил и мечтал сюда съехать а когда короче съехал блин я за 100 верст не знаю еду обратно вот дебилизм сначала сбежал отсюда да вот а теперь обратно хочется сюда вернуться потому что я здесь родился и провел всю юность 30 лет можно сказать здесь мои прошли и поэтому я очень тоскую по этому городу не знаю многих так из вас нет вот у меня друзья именно так я не буду говорить вам опять привет с вами канал жека хотя уже сказал счет надоело уже достал стояну кинтруте делать я думаю всем видно что до парк гулял с отцом сейчас от народу мало не отрадует дождик поэтому мало кто гуляет меня народ немножко напрягает смущает там тогда с камерой еду да с вами общаюсь народ на меня смотрят как на психо короче друзья пришел я свернуть стропинки пойдем стройки птички слышите да как поют уважают пение птиц утра льна весна уже скоро первый месяц лета но нажимай кончается и видите как я не знаю что это соловьи не соловьи какие птицы пишите комментариях друзья что это за птицы но я обожаю пение птиц природу я думаю я такой не один вы друзья тоже любите природу да вообще мне кстати лес сосновый сосновый борт здесь пахнет сосной видите елка сосна обалденный запах друзья все грудью вдыхаешь да и прям чувствуешь как вот эти все ароматы да таким я не знаю освежителем воздуха не сравнить там на бывает эти сосновые запахи дату и здесь настоящий лес природа пусть дождик капает нам на зло но даже какая-то романтика в этом есть птички поют и не наверное одиноко и не хватает общения я вот опять включу камеру на телефоне кстати друзья меня есть для планы все нормально будет у меня в жизни наладится немного взять беззеркалку заказал уже все зеркальная видеокамера фотоаппарат вернее зеркальный там есть во многих зеркалках и видео можно снимать крутой вот я хочу беззеркальный взять он подороже на это ноу-хау сейчас до 2021 году это сейчас ноу-хау не зеркальные видеокамеры фотоаппарат все возьму наверно третью кто увлекается видеосъемкой те поймут о чем я фотографии там видеосъемки короче друзья на дороге подходим здесь шум машин слышите да блин я короче гуляю в этом лесу да и вспоминаю когда-то с батюшкой здесь гулял с матушкой гулял да с мамой с отцом то есть у меня знаете у меня реальная реальная ностальгия постоянная наверное сдохну да с этими воспоминаниями друзья потому что я не могу я думаю увидеть по моим глазам что они не веселые как многие знакомые друзья которых у меня немного нет почти говорят что глаза у меня довольно грустно и печально и постоянно такой человек такой с детства наверное замкнуты немножко себе боюсь немного людей общества потому что как-то себя некомфортно как белая ворона ощущаю неуютно это у меня со школы даже наверное с детского сада вот люблю природу люблю один вот природу и один когда были родители любил с родителями гулять теперь их нет уже до отца как ну батюшки нету как уже года три матушки нету уже лет пять почти да и я вот один гуляем один без них но бабулики до этого еще покоронил но но бабульку свою одну и вторую и вот я за сколько ну от от балашки аж за балашкой сейчас проживаю то есть как от москвы до балашки еще столько же до поселка поселка свердловский да ну в общем я сна добирался часа четыре с половиной друзья до зеленограда оттуда до автобус метро стадион я потом еще его поснимаю я в детстве постоянно вот с отцом дичь уже лавочек нету они все заросли ничего мне экспозиция капли дождя моим телефоном управляют без меня как бы да и все я думаю чего у меня экспозиция отключается оказывается дождь капает и по экрану он очень чувствительный друзья экран но там тоже молодежь видите на гуляет здесь раньше лавочки были они уже все все гнилые от них уже ничего не осталось вот и здесь я с отцом проводил время сидел на этих лавочках мы сидели вдвоем вернее здесь конечно так все исписано не было все было более цивильность от уже разруха 30 лет друзья прошло с тех пор 30 лет представляете 30 долгих лет не было тогда лет восемь когда мы с отцом здесь гуляли видите как он все равно красиво согласитесь да природа вокруг лет поэтому друзья я все равно люблю здесь давайте заберусь и упал тусоваться фон граффити можно фотографии прикольные сделать напомню напомню таких рисунков друзья здесь можно рисунки делать видите на фоне граффити наверное молодежи балуются рисуют а когда-то так же баловался тоже может сказать портал гадил на стенах краской баллоны дан покупали с пацанами подешевле искали где купить и вот так же рисовали только с возрастом понимаешь да что если мы рисовали прям не и картины у меня нет художественного образования да хотя пытался рисовать портреты мы рисовали вот типа такого такого вот такие вот надписи буквы друзья только с образом понимаешь что что это все некрасиво это ужасно и лучше вообще не рисовать чем такое рисовать вот понимаешь друзья только с годами когда тебе уже под 40 лет вот конечно это грустно очень потому что многое в жизни понимаешь только когда уже всех похоронил и один и сам уже одной ногой там вот никогда понимаешь что ты неправду буду весь мокрый но кофе будет я проведу друзья вам экскурсию где где любил гулять и люблю в принципе раз я здесь сейчас с вами друзья нахожусь значит я люблю гулять вот но как бы так у тебя весь мокрый уже узнаете у меня ведь опять голос знаете как бы лето все равно летний должник это не зима когда тут там снег не растаял да иду по весь мокрый замерзаешь как бы я не замерз до неприятно немного некомфортно потому что сыра уже уже кроссовки немного как бы то что мы протекают наверное не знаю наверное этот ролик опять же снимаю от одиночества то что мне не скучно одиноко я не пью курить бросаю такую погоду народу вообще нет на улице народом зонтиками гуляет у меня уже телефон намок конкретно подумаю ничего страшного не случится ничего критического ничего смертельного с ним не будет вот так может обратно пойдем я друзья давайте вам еще тропинку покажу вот я о чем говорил не ощущая себя на свой возраст не знаю поэтому мне иногда бывает дико страшно там до в обществе провестников до которым уже там также там по 30 по 40 лет они такие серьезные все у всех серьезная там работа должность хорошая да не у всех но большинство семья там да а у меня семьи уже нет я с гражданской женой женой мой но с девушкой между так по сути не было официально мы жили ребенок родился разбежали с ней вот родители умерли то есть не можешь сказать я один поэтому мне одинок и я вот этого все для вас снимаю с вами общаюсь и думаем но таких роликов будет друзья я буду с вами общаться что-то вам рассказывать вы можете смотреть можете не смотреть это уже ваше право то есть интересно вам моя мои мысли моя жизнь в логе наверно так это назовем или нет или вам такие видео совсем не интересны смотреть как кто-то там я не знаю живет проживает доживает вернее как я наверно друзья я дожила потому что все самые такие яркие моменты жизни они уже пожелать 5 меня ничего не радует в этой жизни кроме одиночества не знаю который я и люблю и ненавижу друзья одиночество ведь как красиво видишь как такие и может кто-то мне прошел бы друзья не заметила ведь это красиво эти цветочки какая трава но все равно да красиво вот ли листва вокруг друзья все равно от природы все равно от красиво чтобы что не говорил но я обожаю природу я уже весь мокрый в красотках у меня хлюпает вода наверно видно по мне все равно мне нравится нравится гулять даже вот дом мой далеко отсюда когда-то я здесь в городе жил и родился в зеленограде но дома далеко теперь уже находится я отсюда переехал давно лет пять назад меньше четыре года назад поэтому даже мне в принципе сейчас чтобы как многие домой прибежать разуться в теплую ванну горячую да у меня нет такой возможности буду отогреваться в автобусе я не особо замерз друзья но мокрый да вот это конечно неприятно но было в моей жизни и хуже я вахтовик и работал в таких местах где и морозы и метели в дожди и в слякоти как бы меня это не пугает я в жизни много чего видел но наверное и хорошего и нехорошего поэтому меня друзья совсем не пугает только зубы себя отремонтирую как я вам обещал в день и подкопить и тогда вообще буду красавчик в кадре да и буду меня речь будет более понятная наверное не поинтересней может даже потому что не не очень удобно разговаривать мужская без зубов на так без зубам есть у меня зубы на передних нету импланты начал делать вот но никак не могу доделать как не могу накопить оставшуюся сумму собрать чтобы доделать друзья я ощущаю как у меня в кроссовки уже в одном вода хлюпает прикиньте до бродился с вами друзья нагулялся что я ощущаю как она в одном вроде бы сухо а другой видимо дырявый кроссовок у меня статья на стекло наступил и не повезло что подошву толстая и там такой острый как гвоздь кусок стекла ничуть не по не прошел ногу насквозь у него насквозь явился бы глубоко чтобы больно кровищем может быть даже друзья зашивать бы пришлось и делать какие-то колодцев ника хотя все прививки по моим другим видосом вы знаете я сделал вот срочную ревакцинацию от солдника вот это все дело я сделал даже от бешенства бюленту вот и короче блин не могу я сидеть дома до сидел в такую погоду а я вот видите да я не знал в принципе что такую ливень пойдет но все равно мы с вами гуляем нам круто какой-то народ давайте проскочим скажешь что за псих с камерой идет общается вот заодно друзья и проверю но телефон как его когда покупал мне сказали что он водонепроницаемый боится он друзья воды или нет в воде водопроницаем или нет за одно проверим посмотрим с вами вот если меня долго не будет моих видосиков значит все-таки он боится воды а если я буду в интернете там мои видосы будут новые периодически выскакивать для вас значит я все-таки значит вернее меня продавец не обманул в магазине и производители имею ввиду у меня фонар телефон 20 про модель кому интересно многие спрашивают качество видео многие нравятся хотя я считаю что намного лучше есть даже тут же 12 iphone iphone вот видите тут елка такая поваленная куда-то я вас завел да вернее я с вами куда-то залез куда сам не друзья я знаю как леший здесь все вот все здесь знаю места где чего есть родился в этом городе его обожаю я его раньше ненавидел на но многих тогда когда здесь жил и мечтал отсюда съехать а когда короче съехал блин я за 100 верст не знаю еду обратно вот дебилизм сначала сбежал отсюда до вот а теперь обратно хочется сюда вернуться потому что я здесь родился и провел всю юность 30 лет можно сказать здесь мои прошли и поэтому я очень тоскую по этому городу не знаю многих так из вас нет вот у меня друзья именно так я очень тоскую по своему зеленограду я и воронеж обожаю друзья на зеленоград я люблю не меньше чем воронеж наверное одинаково вам друзья пойду я это по нужде сейчас я не надо ненадолго отключусь и опять с вами поболтаю друзья вот такая вот красота видите на дорожка такая длинная и вот столько мы с вами уже прошли елки вон и высокие дождик капает видите да асфальт аж это переливается красиво так ужина уже друзья уже но здесь не асфальтик ничь таких удивление видимо недавно дорожку эту за асфальтировали заново она была у нее хуже было состояние буквально год назад и весь даже лужи луж почти нет вот луж почти не может это все друзья мираж какой может это все и по-настоящему а во сне он кто-то тоже бродит с коляске при том зарослях странах что там делают с ребенком там наверное папаша и мамаша гуляют правильно правильно чтоб ребенок дышал он тропинка меня также детстве выгуливали коляски здесь ведь как красиво какая красота без меня вам все видно что красиво и здесь зелень особенно зимой приятно такой видосик посмотреть я буду пересматривать когда суда например не смогу приехать до буду пересматривать по много раз и ностальгировать грустить ностальгировать ностальгировать еще раз и много много раз друзья по этому месту даже так хочу поснимать чтобы было я думаю youtube меня не убьет то что я лишь не видосик залью место не зажмет для моего ролика на сайте там думаю предостаточно бывает и хуже всякую фигню заливают люди ничего страшного и тут не удаляет ролики думаю мой будет там долго может целую вечность друзья так вот классно видите ножник лупит вовсю я уже весь друзья мокрый есть уже промок